Далеко на Востоке Далеко на Востоке Далеко на Востоке Далеко на Войчена и его деревня одни на пасти сменялись другими И казалось, не закончится никогда Далеко на Востоке 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лэй Чэн, немедленно уходи отсюда. Тебе с ним не справиться. Ах ты, тварь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вэй Чэн лежал посреди разграбленной деревни, и истекал кровью. И так бы наша история и завершилась, если бы не вовремя подоспевшие буддистские монахи. Соорудив из своих посохов носилки, они взвалили на них Вэй Чэна и несколько дней подряд несли его, пока не добрались, наконец, до одного из местных домов крепостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очнулся, наконец? Рад, что мои снадобья смогли помочь. Когда тебя принесли, ты едва дышал. А вы кто такие? Как я здесь оказался? Мы монахи Южного Шаолиня. Я мастер Цзунфэй, а слева от меня мастер Гуан Ли, предводитель нашей группы, и мастер Сюань Пай, его правая рука. Ты находишься в нашем лагере, в заброшенном Тулоу неподалеку от своей деревни. Разведчики обнаружили тебя среди развалин и принесли сюда. Спасибо вам. Меня зовут Вай Чэн. Мой дед был рядом со мной, там, в деревне. Он не выжил? Сожалею. Мы пришли, когда все уже закончилось. От деревни оставались только дымящиеся руины. Ты единственный выживший. Выродки. Я выслежу эту банду отбросов и перебью их всех до последнего. Ты что, думаешь, это обычные банди... Нам жаль сообщать тебе такие горькие вести, но хотя бы ты теперь в безопасности. Ты быстро идешь на поправку и скоро сможешь отправиться к своим родным. Тебе есть куда пойти? Родителей не стало, когда я был еще совсем ребенком, и меня растил дед. Вся остальная родня тоже жила в этой деревне. Судьба подкинула тебе нелегкую долю, Вай Чэн. Дождемся твоего выздоровления, а затем подумаем, что с тобой делать. Не на улице же тебя выставлять. Лю Хайбо просил тебя к нему подойти. Если понадобится помощь в бою, ты только позови. Я, конечно, не мастер Дженни Лун, но сражаюсь уж точно не хуже тебя. Вай Чэн, привет! Меня зовут Лю Хайбо. Что-то ты не сильно похож на монаха. Проницательности тебе не занимать. Я простой обедневший торговец, а по совместительству капитан корабля «Воробьиное перо». С монахами мы встретились на юге, в провинции Фудзянь. Там же, где расположен храм Южного Шаолини? Верно. Им нужен был корабль, чтобы попасть сюда к вам, в Чэдзян. Денег за это я брать не стал, а в итоге так и остался с ними. Слежу за оружием и помогаю добираться, куда нужно. Команда у меня сейчас нет, поэтому управляться с кораблем мне помогают сами монахи. Первые в мире боевые моряки Шаолиня. Судя по всему, парень, ты не робкого десятка и можешь постоять за себя. Однако, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, тебе необходимо начать использовать в бою свое ЦИ. Иди за мной, я научу тебя, как это делать. Для начала, как следует, сконцентрируйся и ощути жизненную силу внутри себя. Почувствуй, как она движется по телу, как она наполняет каждую его часть. Теперь начни выполнять один из приемов, но не торопись и попробуй пустить в удар всю свою энергию. А ты быстро учишься, Вэй Чен. Важно помнить, что сила эта не бесконечна и восполняться будет только в сражении. Молодец! Теперь можешь еще попрактиковаться с Инем или отправляться обратно в Тулоу. Кажется, у тебя там дела. Сюань Пай просил тебя к нему подойти. Вэй Чен, раз уж ты почти поправился, у меня к тебе есть одна простая, но очень важная просьба. Брат Джен Лун отправился в храм поздней сливы на острове Путошань. От него давно не было вестей, и Лю Хайбо собирается сплавать за ним. Сможешь помочь ему? Конечно, без проблем. К тому же мастер Дзун Фэй сказал, что мне сейчас нужно больше двигаться. Спасибо, ты нас очень выручишь. Заодно познакомишься с Джен Луном. Он один из лучших воинов Южного Шаолиня. Я пока проверю трюм, а то там недавно крысы завелись. Буду ждать вас здесь. Да кого ты пытаешься обмануть, бородатый? Ящики с вином у тебя там, а не крысы. Это целебные настойки. Давайте побыстрее там. Хочу отплыть до полудня. Странно, ворота разломаны. Храм атакован. Нужно найти Джен Луна. Субтитры сделал DimaTorzok 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 тобой. Похоже, этот здоровяк тебя знатно отметелил. Это был только первый раунд. Однако надо признать, что их предводитель хоть и сражается с грацией пьяного пеликана, но силой обладает нечеловеческой. Пойдем скорее на корабль, а то Лю Хайбо снова будет ругаться, что мы тут копаемся. Жень Лун, удалось что-то узнать? Сами монахи ни о чем не слышали. Однако внезапно объявившиеся Вакуу все-таки дали пару зацепок. Судя по всему, в регионе орудуют как минимум два их клана. Красный, который напал на деревню Вайчена, и зеленый, с которым мы столкнулись сейчас. Связаны они или нет, установить не удалось. Подождите, подождите. Вы сказали Вакуу? Именно так. Японские пираты вновь объявились у берегов Срединного царства. Правда, пока их атаки еще очень малочисленны. Но ведь вы разгромили Вакуу в пух и прах пять лет назад. Я думал, на нашу деревню напала очередная шайка бандитов, которые только для устрашения переоделись в пиратов. Они уже не раз такое делали. Мне плевать, бандит это или очередное нашествие Вакуу. Я хочу помочь вам сражаться против них. Во-первых, говорить о полноценном нашествии пока рано. Есть разные версии происходящего. И с целью все прояснить, нашу группу и послали сюда. Во-вторых, если нам понадобится помощь в ловле рыбы, то мы тебя обязательно позовем. Ловле рыбы? Да я дерусь получше вашего. Не вешай мне лапшу на уши. Откуда простому рыбаку уметь драться? Искусство боя посохом передавалось в нашей семье из поколения в поколение вместе с рыбацким делом. Дед не успел обучить меня всему. Но этого хватало, чтобы защищать нашу деревню от бандитов. И уж точно хватит, чтобы выбить этим голозадым пиратам все зубы. Что есть, то есть. Я видел, как он дерется, Гонли. Техника у парня слабовата, но силы и стойкости хватит на двоих. К тому же ты и сам понимаешь, что с такими ранами, как у него, выживают единицы. И при всем моем уважении к учителю, но одними лишь настоями тут не обошлось. И еще он может убить пирата, ухватив того за усы. А если у пирата не будет усов? Они убили всю мою семью и разрушили мой дом. Дайте мне шанс отомстить им. Ладно, лишний посох нам сейчас не помешает. Как будешь готов, подходи. Есть у меня для тебя пара заданий. Я вас не подведу. Что ж, Вэй Чен, теперь ты сражаешься бок о бок с настоящими монахами Шаолиня. Если захочешь научиться чему-то новому, то я всегда готов показать тебе что-то из наших техник. Субтитры создавал DimaTorzok Мастер главный был прав, это Вакоу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...